Всем привет! У нас немножко будет о психологии. Навелевайте чай в кофе, поболтаем с вами. Так как очень часто на канале вас... Почему я расскажу сначала, всплывает тема нарциссов, или там какого-то объязивного отношения и так далее. Потому что я, во-первых, скажу, люди, которые присылают истории на канал, они всегда проблематичные. То есть, понимаете, когда у человека всё хорошо, зачем ему бежать за помощью и просить совета, правильно? То есть, это какая-то некая инстанция последняя, где хотят помощи, совета, участия какого-то. В общем, внимания на самом деле, участия в своей жизни, поддержки. Когда поддержку в окружающих найти, например, или там в семье не получается, или её просто нет. И, конечно же, на канал я публикую такие истории, они, естественно, какие-то негативные, объязивные, проблемные отношения, да, не суперсчастливые какие-то. Таких вообще минимум. Когда что-то всё хорошо. То есть, мы этим обычно не делимся, когда всё хорошо, правильно? Это не так интересно. Когда у меня предъявы такие, типа, ой, ты тебя послушаешь, одни абизыры вокруг, и нарциссы. Ты вообще других слов что не знаешь, но чёрт, девочки, мальчики, ну в такие отношения попадают. С таким приходят. Это что, от меня, что ли, зависит? К сожалению, нет. Я бы хотела, чтобы вообще этого ничего не было. Или по минимуму вообще. Сегодня я хочу рассказать о том, ну почему же тогда столько историй, столько видео, популярная психология стала, почему люди продолжают попадать в подобные истории. Кто такие, могу ли я, например, да, оказаться в такой же истории, как попасть в абизивные отношения к какому-то агрессору, или там, садисту, например, да, или к нарциссу там уже. Вообще, изначально я хотела снять видео о том, почему, кто попадает в отношения к нарциссам. Но, по сути-то, всё это общее идёт. Я скажу, такие риски, да, кто в зоне риска, какие люди, какие там характеры и поведение людей. Так что, давайте приступим. Сначала, кто может быть в этой зоне риска? То есть, да, тут живёт просто девочка-мальчик какой-то человек, а потом раз такой и попадает почему-то в такую не очень приятную историю, где припирают на самом деле его самооценку, как правило, его не уважают, делают больно по итогу. В такое может попасть каждый из нас. И потому что все люди, которые чем-то таким подобным страдают, агрессивным каким-то поведением, да, абьюзивным, или хоть как хотите назовите, кто составляет, короче говоря, угрозу, они везде вокруг нас. Но почему-то такие люди с одними людьми себя проявляют подобным образом, а с другими нет. Соответственно, это же к нам, с нами поступает так, это главное правило, как мы позволяем с собой обращаться и поступать. Кто попадает в подобные отношения, в зависимые, в проблемные отношения, позволяющие к себе плохое отношение, вот так назовём очень, где что-то тебя где-то попирают, попрекают или делают тебе больно. Как правило, это люди, которые считают, что это норма, они либо испытывали подобный опыт раньше, из семьи, как правило, из детства, либо наблюдали, как у них в семье это всё происходило, либо с членами семьи рядышком где-то, да, либо сами подвергались подобному к себе отношению. Например, там, не знаю, ребёнок видел, как маму там бьют, или плохие отношения, или его тоже били, или там дедушка-бабушка, скандал, или вся история, для них это норма, они в этом живут, растут. Понимаете, есть много людей, которые там условно только идут в школу или в институт, общаясь с другими людьми, детьми, и уходя к ним в гости, всем, и понимают, что, блин, а можно вот так, а можно было по-другому, и так как у нас это не окей, не у всех вообще так бывает, да, то есть тогда какие-то сомнения вообще попадают. То есть человек вообще рушится реальность, он понимает, что можно было существовать по-другому, оказывается, да. То есть это когда норма и система определённая в течение жизни идёт. Конечно, такие люди, когда к ним плохо обращаются, пропирают их, их, не знаю, самооценку понижают, обижают каким-то образом, у них это норма и окей, они не сопротивляются. Когда люди, в принципе, жертвы, они могли это не испытывать, но у них сформировалась позиция, характер, поведение жертвенное, зависимое поведение, да, это низкая самооценка и так далее, разные причины тому могут быть. В общем-то определённо базово, когда, знаете, жертвы существуют. Но они тоже не просто так появились, это где-то они научились, где-то они это переняли. Причём такая модель поведения, рассуждения, жизни, желания, оно же появилось у человека не просто так. Я вообще хочу сказать, что мы рождаемся всем чистыми, открытыми, светлыми. Те, какими мы становимся, да, есть вопросы генетики, но в большинстве случаев наш характер, нас формирует, наша жизнь, наш опыт и общество вокруг нас, то, что мы проходим. Это отпечатывается и формирует нас как личности. То, что ты из себя представляешь, значит, на тебя было оказано некое пассивное либо активное воздействие на твою жизнь, каких-то факторов различных. Я хочу вас пригласить на участие в моём новом марафоне, который состоится, у нас начнётся с 3 февраля. Марафон называется «Хочу и надо». Как понять мои истинные желания? Я живу так, как я хочу или так надо? А надо для кого? Для людей, для окружающих, для моих родителей или для социума в общем? Как научиться жить, начать жить по своим истинным желаниям? Как их найти? Что такое эти истинные желания? В какой момент я их потерял или у меня их вообще никогда не было? Как жить по своим истинным желаниям и при этом не быть эгоистом без ущерба для своих окружающих, для своих родных, для своей семьи? Как жить по своим желаниям, так как я хочу быть счастливым человеком, получать удовольствие от жизни, при этом повышать свою самооценку и грамотно расставлять личные границы в общении с людьми? Каждый четверг в закрытом аккаунте в Инстаграм четыре раза у нас будет четыре эфира по часу. Я буду отвечать на ваши вопросы, давать вам информацию. Также у нас, как всегда, будет чат в WhatsApp участников, где мы будем с вами обсуждать, делиться своими инсайтами, вместе улучшаться, преодолевать и развиваться гораздо интереснее и лучше. Этот марафон для каждого человека, который хочет проживать свою жизнь качественно, здесь и сейчас, и стать на одну ступеньку ближе и выше к своему счастью. Это будет четыре прямых эфира с раскрытием подобной темы. Я буду вам давать задания самостоятельные для вашего выполнения, конкретно, что нужно делать, чтобы понять свои желания, вообще с ними познакомиться, поставить какие-то цели в своей жизни, как качественно здесь и сейчас я могу существовать, уже сложившись в моей жизни, как я могу изменить свою жизнь к лучшему. Вся информация в инфобоксе под видео я оставляю в свою почту. Пишите на почту тему письма «Хочу в марафон». Я вам всё отвечу и отправлю всю информацию. Спасибо за внимание. Теперь просмотрим видео. Кто попадает, собственно, в такие ситуации некрасивые, когда попирают их позиции, самооценку и обижают? Люди-жертвы или люди, относящиеся к какому-то воздействию с точки зрения нормы. Но оказаться в подобной ситуации может каждый. Знаете, в чём ключевой момент? Кто-то останется в этом, а кто-то прекратит. Вот и вся разница. Это здесь ключевое. Неважно, какой ты. Или нарываться на любого, там, условно, маньяка. Не надо, скажем так, найти, когда говорят фразы, вот этот заучный меня ужасно, она бесит. Ой, не надо юбки короткие, поздно вечером гулять носить, типа там не провоцировать, там, всяких там, понимаете, да, на себя что-то провоцировать, воздействие какое-то. Так, господи, сколько мы знаем случаев, когда нападают среди бела дня, и юбку не обязательно носить, и не обязательно быть молоденькой девочкой для этого, понимаете, да? То есть сколько психов, условно, зовём вокруг корот, неизвестно. Каждый может попасть в подобную ситуацию. Так вот, здесь же дело в том, останешься ты в этом или нет. Так вот, чтобы не попадать в проблемные, зависимые, больные отношения, нездоровые, когда тебя обижают, делают больно или на тобой издеваются, это, может быть, назвать по-любому, по-разному, надо очень золотые просто правила. Обращать внимание на свои ощущения, на свои чувства в этих отношениях. Если мне что-то не нравится, мне неприятно, как ко мне относятся, как со мной разговаривают, вообще, как я себя рядом ощущаю с этим человеком. Я не говорю именно про отношения мужчин и женщин. Это могут быть коллеги на работе, это могут быть соседи, это могут быть просто какие-то там люди знакомые, друзья и так далее. Ну, друзья меня реже, скорее всего, не станут, но люди, которые терпят и друзей таких, да. В общем, я ощущаю рядом с человеком некомфортно, он меня каким-то образом обижает, мне неуютно с ним, он меня не уважает, он меня делает больно. Это единственный вообще, первый и единственный сигнал для того, чтобы прервать с ним общение. Просто кому-то, кто себя любит, назовём, у кого хорошая самооценка себя, скажем так, уважает, назовём, ну, как разные слова можно использовать, он на это обратит внимание и выберет себя. Это здоровый эгоизм, психически здоровый человека, который не хочет страдать, не хочет испытывать боль. Вот это норма. Если человек на это закрывает глаза, продолжает общение, испытывая неприятные ощущения, эмоции, либо конкретные страдания, там, ущерб какой-то для себя, это уже всё, нездоровая история, то есть твой инстинкт, назовём, психики самосохранения, не сработал. Ты позволяешь над собой издеваться, разрушать себя. Это уже нездоровая история, где есть, почему-то это тебе нужно, здесь какая-то уже должна крыться вторичная выгода. Зачем ты позволяешь, ну, вообще, зачем ты впускаешь в свою жизнь что-то плохое, страдаешь и продолжаешь так жить, тебе зачем-то это нужно. Но период времени, когда мы это сознаём, разные истории могут быть, да, нарциссы в том числе, знаете, они, ну, то есть и про нарциссы, добраться, как вот, начинала, я думала, видео сначала доснять, они же первое время очень там, до полугода, три месяца, четыре, пять, шесть, они идеальными вообще рисуются, чтобы вашу бдительность, скажем так, усыпить, чтобы вы не понимали, чтобы вы не соскочили, чтобы вы эмоционально подключились, он закрывает многие ваши потребности, вообще становится идеальным, вы же ему, как дурочка или дурачок, рассказываете, выкладываете, какого вы хотите рядом человека видеть, идеального, какие у вас запросы, он под них максимально себя ломая подстраивается, вовлекает вас в эти сети, скажем так, окутывает и потом делает с вами же всё, привязывает вас к себе, да, так назовём, эмоциональную привязку создаёт. Ну, короче говоря, и к тому, что всё равно этот период, ну, до полугода он есть потом, когда человек, то есть даже если вы на отношения такие с нарциссом, в идеального мужика влюбились, попадаете, а он тут раз там холодный душ оказал вам, вот, когда первый раз вы это увидели, почувствовали вам плохо, бежать. Ужасное убеждение, страх одиночества, или убеждение, заниженная самооценка семьи, от мам, от папы, всех подряд, что людьми раскидываться, давать второй шанс, или потерпеть, блин, или ты никого больше не найдёшь, и вся прочая история. Это большие, огромные заблуждения. Ты точно себе никого не найдёшь, и не будешь счастлива, и будешь одинокая, если у тебя будет растоптанная самооценка, ты не будешь знать своей стоимости, своей ценности, как личности. И ты будешь соглашаться на весь вот этот, ну, как бы называть это даже, ну, вот этот мусор, вот этот биомусор, который тебя окружает. Если ты будешь себя любить, соскакивать, уходить, прерывать то, что тебе не нравится, быть более, любить себя на самом деле, быть более, многие называют, а это эгоизм только для себя. А если не я себя любить буду, то кто меня будет любить? Любовь окружающих начинается с любви к себе. Вот я себя люблю, уважаю, как я к себе отношусь, так ко мне начинают относиться и другие люди, потому что кто ко мне относится плохо, неуважительно, я их отсекаю, а оставляю рядом с собой только тех, кто ко мне хорошо и уважительно меня любит. И тогда этих людей вокруг становится больше, я становлюсь избирательным. И со временем формируется определенный, там, назовём это, спасательный круг безопасности, моё окружение, мои личные границы, да, вот эти я расставляю, вы, я выбираю людей, с которыми общаться, которые меня любят, поднимают мою самооценку, принимают меня. Всё очень просто. Этих людей может быть немного, но они есть. Этих людей может быть много, я тогда за вас рада. Но окружать себя большим количеством людей, которые, например, ко мне, ну, как-то не очень относятся, или мне каждому есть какие-то претензии, не до конца они меня устраивают, а зачем от страха быть одному, чтобы не быть одному. Этими людьми я пытаюсь что-то заполнить, да, скорее всего, то, чего нет во мне, чего нет во мне, вот этой любви к самому себе. Так вот, начать себя любить, только с этого пойдёт любовь всех окружающих. Вы такая женщина, такой мужчина один никогда не останется, который себя любит, уважает, знает себе стоимость, своё значение. Так что, подводя итоги этого видео, что хочу сказать. В отношении зависимые, проблемные, где вас обижают, вам плохо, попадают люди, любой этому подвержен, просто вовремя нужно остановиться и соскочить. А вот этот сигнал соскочить и не считывать свои ощущения неприятные, тот, кто хочет быть в таких отношениях, это люди-жертвы, либо которые жили в таких нормах и считают, что такое отношение, когда тебе дискомфортно, плохо, ты не слышишь свои желания и ощущения, это нормально. Всё. Не остаются в таких отношениях люди с хорошей самооценкой, которые себя любят и хотят окружать себя лучше. Всё просто. Надеюсь, это всё понятно. Если у вас есть вопросы, ваши общие рассуждения на эту тему, примеры личные на примеры жизни, обязательно пишите в комментариях. А я напоминаю, что если вы поставите лайк, подпишитесь на канал, распространите видео в соцсетях, мне будет очень приятно. Это ваша самая большая благодарность мне за то, что я снимаю этот контент. Всегда в информбоксе под видео я оставляю свою почту. Если вы хотите мою консультацию как психолога, пишите тему письма-консультация. Написать свою историю для видеоразбора письмо от анонима или просто история от анонима. А если хотите поучаствовать в моём марафоне по поиску своих желаний, пожалуйста, тоже пишите на почту с темой письма марафон. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.